Медиагруппа «Авангард» представляет Я немножко расскажу о своем бэкграунде сначала. Я очень долго работал, 8 лет в Евразийской экономической комиссии и с 2014 года занимался развитием механизма «Единого окна» в государствах членов Союза. В это же время как раз-таки поехал в первый раз на форум «Сифакт ООН» в 2014 году и с тех пор являюсь активным участником, экспертом «Сифакт ООН». Также мы завели очень хорошие тесные связи с «Эската ООН». Часто приходилось ездить в Бангкок, и мы привозили экспертов. Похвастаться, что все, кто выступал до этого, это очень хорошие знакомые. Мы очень много действительно обсуждали, с Катериной мы в Бангкоке познакомились, с чему я очень рад, и мы с тех пор очень дружим. И эта тема для нас очень близка. Дальше в 2018 году я посетил в рамках нашего переговорного трека с Сингапуром эту страну. Мы обсуждали соглашение между Сингапуром и Евразийским экономическим союзом. И я был тогда инициатором добавить статью «Единое окно» в это соглашение. И на самом деле большой интерес вызвало наше предложение российское, ну как бы не российское, а Евразийского союза. Это статья, и нас пригласили в Сингапур, и мы очень имели много возможностей познакомиться с их опытом, посмотреть, как это работает, и посетить компании, которые занимаются развитием национальной торговой платформы в этой стране. И, в общем-то, я тогда, наверное, загорелся этой идеей, потому что я лично считаю, что это перспектива, это будущее, и мы сегодня посмотрим, почему. Я попытаюсь вас тоже немного заразить этой идеей. Это одна из моих целей, чтобы показать еще одну тенденцию в сфере внешней торговли. Сразу скажу, что я не могу назвать себя экспертом PKI, скорее больше дать вам такой срез, что происходит, а дальше вы как эксперты можете предложить свои решения, как можно реализовать ту или иную идею. В Сингапуре эта идея реализуется очень активно, и я уверен, что и в нашем пространстве, и в Российской Федерации, у этой идеи большое будущее. Помимо этого, я являюсь доцентом ГИМО, я провожу исследования в этом направлении, и являюсь руководителем проекта. Мы сделали компанию веда инноваций, это еще генеральный директор Астема Групп. Как раз-таки идея этого проекта продвигать стартап в области создания открытой цифровой платформы для внешнеэкономической деятельности. В этом году как раз Российская Федерация представила мою кандидатуру на выборы заместителей председателя СИФАКТООН. Моя кандидатура была успешно одобрена, и я считаю, что моя задача и то, что Россия попросила делать, это активизировать роль экспертов Российской Федерации на этой площадке. Поэтому, пожалуйста, коллеги... Можно через Алексея двигаться в СИФАКТе, двигаться, изучать, предлагать и так далее. То есть вполне возможно. Площадка очень открытая, интересная, очень много экспертов, действительно, около ста стран мира активно участвуют. Я занимаюсь в СИФАКТООН вопросами упрощения содействия торговли, расскажу о тех рекомендациях, которые мы делаем. Ну, в общем, собственно, одна из идей моего выступления еще в том, чтобы обратить внимание, то, что можно активно участвовать в СИФАКТООН и пользоваться разработками, которые уже есть. О, все, могу начинать. В общем, какие проблемы в сфере ВЭД можно выделить? Занимаясь долго этой темой, я понимаю, что очень ограниченный круг участников участвует во внешней торговле. Так как, как правило, это крупные компании, средние компании. Малый бизнес практически не имеет возможности выхода на международную арену. Слава богу, ситуация меняется, появляется платформа электронной коммерции, и уже малые предприятия потихоньку выходят на международный рынок. Но объемы торговли вообще задействованы, как эти предприятия задействованы, это несравненно мало. Поэтому проблемы, почему так мало участников, начинаются с того, что мы рассматриваем, какие процедуры торговли. Мы увидим, что там огромное количество документов, свои правила торговли. Необходимо иметь большое количество посредников, логистические компании найти, подобрать таможенного представителя, перевозчиков, страховые компании, банковские все эти транзакции и так далее. Отнимают очень много времени. И мы видим, что тот огромное количество документов, которые формируются во внешней экономической деятельности, оно содержит, как правило, одни и те же данные, но необходимо постоянно из формы в форму эти данные перенабирать. Все это, как правило, происходит, особенно в малых компаниях, вручную и требует дополнительных расходов. По этому поводу. Большое пространство для сервисов, вот, коллег. Да, да, да. То есть абсолютно… Есть где разгуляться. Абсолютно, да. И с точки зрения даже вот B2B взаимодействия, да, сложности есть, не говоря уже о том, что необходимо выполнить формальности для экспорта и для импорта, они еще сложнее, чем для экспорта. Поэтому не так много, в принципе, участников в ЭД. Я покажу цифры в конце, вы увидите, что потенциал огромный. Дальше. Вот мой любимый ENC-факт. Чем он хорош? Коротко, если сказать, чем хорош C-факт он. Они существуют 40 лет и за 40 лет разработали главное. Они разработали модель данных. Они описали все элементы данных, которые используются во внешней торговле. Они их описали, структурировали, привели в единый вид. И дальше теперь вот по каждой цепочке, да, вот по цепочке поставки там B2B, вы видите экспорт, импорт и другие процедуры, они теперь начинают формировать так называемые стандартные электронные сообщения. Часть сообщений уже была создана. Они использовались в рамках формата EDI-факт. Это, как правило, крупные компании базируют свое EDI на EDI-факте. Сейчас же с учетом тенденции формируются новые схемы электронных документов и сообщений, которые C-факт просто бесплатно доступ выкладывает. И, пожалуйста, любая компания, которая хочет начать обмениваться информацией с другой компанией, неважно, она находится в рамках одной страны или трансграничное взаимодействие, они могут использовать эти бесплатные, совершенно доступные описания электронных сообщений. И так как это единая модель данных, то, соответственно, сообщения интероперабельны, могут использоваться, информация в этих контейнерах данных может повторяться, повторно использоваться. Вот, собственно, самое главное, что C-факт делает и будет делать дальше, потому что большие планы на создание огромного количества сообщений на все случаи жизни, которые вот как раз-таки появляются на рынке. То, чем я занимаюсь в рамках C-факт ООН и курирую это направление сейчас, это упрощение процедур торговли. Одна из самых популярных рекомендаций C-факта – это рекомендация 33 о внедрении механизма единого окна. Мы буквально недавно закончили обновление этой рекомендации, опубликовали. А какой статус в России по внедрению единого окна у нас есть, будущее? Это требует отдельного выступления. Я провел исследование на этот счет, поэтому у меня есть данные, но я пока не будем об этом. Значит, мы недавно обновили рекомендацию 33, добавили туда новые положения с учетом развития цифровой экономики. Также в этом году вышла новая рекомендация 37, портал единовременного представления данных. Вот это как раз рекомендация, которую мы делали для B2B взаимодействия, понимая, что данные, которые копятся в B2B взаимодействии, не являются топливом для единого окна. Соответственно, мы можем давать стандартные сообщения, представлять эти данные на портал единовременного представления данных, а дальше использовать это уже в механизме единого окна в B2G взаимодействии. И вот как раз таки 37 рекомендация, она вот больше для того, чтобы подчеркнуть бизнесу выгодность создания платформ, на которых можем взаимодействовать между собой. И вот как раз таки китайская сторона очень активно, представители ЛИБАБЫ, торпедировала тему E-SMIT, это Integrated Services for, вот как раз таки интегрированные сервисы для малых и средних предприятий в международной торговле. Идея Алибабы, когда они пришли, все факты сказали, давайте сделаем всемирную электронную торговую площадку, вот, конечно, пыл их немного приостановили в этом плане, но вот вышли на такое определение E-SMIT, где площадка, к которой вы можете найти сервис провайдеров. Вот. Собственно, это была подводка к тому, что сейчас делается в Сингапуре, они очень большие молодцы, потому что они все эти стандарты, они большие участники, это очень активно участвуют в CIFACTOON, они активно участвуют на других площадках и в том числе очень быстро внедряют. Вот. Какое же было мое удивление, когда в 2016 году Сингапур, который имеет лучшее единое окно в мире, заявляет о том, что мы отказываемся от принципа единого окна и внедряем национальную торговую платформу. Это такой был первый позыв в мире, я увидел. И когда мы в 2018 году приехали к ним и начали расспрашивать, почему и как это произошло, почему вы отказываетесь от этой идеи, почему вы внедряете национальную торговую платформу, для меня стало очевидно и понятно, что за этим будущее. Что они предлагают? Они хотят создать торговую экосистему, они отказываются от единственного поставщика, который разрабатывает механизм единого окна и предлагают создать платформу, как они сами говорят, marketplace, на котором будут различные сервис-провайдеры, компании, которые разрабатывают услуги для участников и благодаря платформе ее выводят. Выводят эти сервисы. По сути, если вам необходимо, например, сформировать какой-то документ или, например, заказать страхование груза, то вы можете воспользоваться несколькими страховыми компаниями, теми сервисами, которые удобны. Платформа одна работает на модели данных C-Facton, интероперабельные сервисы. И пользователь может сам выбрать, с каким сервис-провайдером работать. Удобно ему, неудобно ему с этим работать. И получается, что, во-первых, они поддерживают высокий уровень конкуренции на рынке. То есть любой сервис-провайдер, используя открытые стандарты реализации этих сервисов и вывода сервисов на платформу, может свои сервисы продвигать. А во-вторых, у вас нет единого этого поставщика, который таким становится монополистом и страдает гибкость платформы. То есть она перестает очень быстро меняться. И четко было видно, когда мы приехали в Корею, видели корейское единое окно, 15-летней давности технологии. Из-за того, что там единый поставщик, все так в таком же уровне, на таком же уровне развития и остается. Благодаря платформе сервис-провайдер может постоянно обновлять. Это как конкуренция между сервис-провайдерами за этих клиентов происходит, то и адаптация к потребностям рынка существенно выше. И что самое главное, да, конечно, они про это не говорят, но это очевидно, что создав такую платформу, они уже ее создали, там вы можете потенциально эти сервисы увидеть их, перечень этих сервисов. Они охватывают практически все транзакции B2B и B2G. То есть по сути все, что необходимо трейдеру, да, они охватывают. И соответственно, они хотят эту платформу использовать, привлекая страны другие. То есть по сути вам нет разницы, какую платформу использовать для B2B транзакции. Хотите, используйте нашу. У нас уже все создано. Переходите на B2B взаимодействие через нашу платформу. А дальше вы можете там дорастить сервисов для того, чтобы переводить эти данные там для B2G в вашей стране. По-моему, это потрясающая идея. У меня две минуты осталось, мне говорят, поэтому я буду пролистывать очень быстро слайды. Это вот как раз таки слайд, который я взял у Гец. Это компания, которая была монополистом от единого окна в Сингапуре. Теперь они среди равны, они равны другим сервис-провайдерам, выводят свои сервисы. У них как раз таки вот supply chain orchestration, так называемый, они создают бесшовную экосистему для того, чтобы можно было осуществлять обмен документами и данными, проводить транзакции. И это все приводит к тому, что все процессы очень прозрачные. Поэтому с точки зрения выполнения формальности и compliance, так называемого, достигается невероятный уровень транспарентности. Следующее. Так, ну это benefits мы можем пропустить от этой платформы. В принципе, мои коллеги уже до этого говорили, в чем плюсы безбумажной торговли. Что меня еще поразило, в 2018 году они презентовали нам OTB, Open Trade Blockchain. Эту платформу тогда очень популярна, тематика блокчейна была. Они объединили 9 стран, основные торговые партнеры Сингапура. И, пожалуйста, трейдеры могли обмениваться этими данными, документами, загружая эти документы в блокчейн, отправляя своим партнерам, те получали, понимали, что таким образом этому документу можно верить. Не уверен, что у них хорошо пошла эта идея, но вот как кейс, интересно вам было представить. Что в России происходит? В России вышел майский указ президента о том, и он говорит о том, что необходимо сокращать административные процедуры, барьеры в международной торговле, и вот как раз-таки до 2024 года там поставлены соответствующие цели. В тот момент мы как раз стали активно участвовать в заседаниях рабочих групп на площадке ОНО «Цифровая экономика», и там есть как раз-таки один раздел в плане подготовка предложений Российской Федерации для включения в повестку ЕАЭС определенных проектов. И тогда мы выступили с группой энтузиастов с инициативой создания открытой цифровой платформы в сфере ВЭД. То есть, по сути, мы взяли ту идею, которая есть в Сингапуре, ее оформили в виде инициативы, которую можно подать в Евразийскую экономическую комиссию для того, чтобы запустить проект. Эти предложения, они прошли несколько кругов обсуждения на площадке ОНО «Цифровая экономика», и мы получили, так сказать, формальное одобрение этой идеи для того, чтобы представить ее в комиссию. Проект развивается. Мы, вот если в широком плане показать, что мы предложили, это как раз-таки создать платформу, на которой будет осуществляться бесшовный обмен данными между вот этими сегментами. Мы в основном работаем с B2B, ну и, соответственно, понимаем, что страны находятся на пути реализации единого окна, это B2G взаимодействие. Если мы объединим вот эти два сегмента, будет очень здорово. Ну, что касается G2G, я думаю, ситуацию вы знаете, процесс идет. Как реализуется проект? Мы сейчас занимаемся первой стадией проекта, сформируем, так сказать, пилотный проект в части цифрового помощника в сфере внешнеэкономической деятельности и двигаемся в сторону того, что мы ищем партнеров, либо будем включаться в другие консорциумы, которые вот как раз-таки вокруг этой темы маркетплейса в сфере ВЭД работают. Поэтому, если вас заинтересовало мое выступление, мои компетенции, знания, опыт, у меня есть хорошая команда, которая сейчас занимается этим проектом, я буду очень рад поделиться своим опытом, рассказать о том, что мы делаем и надеемся, надеюсь, что мы найдем общий язык и мы можем этот проект реализовать дальше. Ну, вот я уже, к сожалению, не успеваю рассказать, что мы уже сделали. Буквально последние цифры расскажу о том, что у нас не так много экспортеров-импортеров, буквально там 80 тысяч компаний, а вот малых и средних предприятий порядка 5 миллионов. То есть, соответственно, вывод этих малых и средних предприятий на международный рынок имеет большой потенциал в России. Ну, а что касается сервис-провайдеров, то вот этот слайд вы можете посмотреть. К сожалению, не видно цифр, да? Видно, видно. Видно? Цифр, цифр нет. Цифр нет. Презентация есть, она, видать, просто выходит за рамки слайда. Сколько у нас в компании? Ну, это порядка там 15 тысяч сервис-провайдеров, которые оказывают услуги в сфере внешнеэкономической деятельности по импорту и экспорту. Это лаборатории, склады, перевозчики, таможенные представители. Конечно, тут не все, но тут нет экспедиторов и так далее. То есть, но цифры, я хочу сказать, не такие уж впечатляющие. То есть, по сути, у нас не так много партнеров. Поэтому, если говорить о цифровой платформе и еще и о масштабной цифровой платформе, то тут необходимо будет включать наших партнеров по Союзу и вообще выходить на рынок СНГ и так далее. То есть, потому что подходы одинаковые. И это имеет большое-большое будущее. Я очень рад, что я выступил сегодня и раскрыл еще одну тенденцию в области развития международной торговли и безбумажного трансграничного обмена. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok